Смартфон С каждой моделью это получаются более такие нафаршированные аппараты Более поддерживаемые в плане софта, в плане прошивок, в плане поддержки от производителя Сейчас я уже держу действительно полноценный вариант, полноценный смартфон Который практически ничем не уступает аналогам в плане Meizu, GU, THL, Elephone новенькие тоже, хорошая линейка В общем, давайте разбираться, что такое Yumi Iron Поставляется моделька вот в такой вот коробке Коротко рассмотрим комплектацию В коробке есть скрепка, есть OTG-переходничок, есть зарядка вот такая Зарядка у нас 1 Амперная И стандартный вот такой вот USB кабель Ничего особенного здесь нет Никаких аксессуаров, пленок, ничего такого в комплектации нет Непосредственно наш смартфон Смартфон классный внешне, очень прикольно его выполнили Задняя крышка у нас алюминиевая Вот такие вот прикольные болтики Все, в принципе, по дизайну круто Это стандартный такой большой смартфон, 5,5 дюймов Full HD разрешение экрана, закаленное стекло Ну и давайте по порядку Спереди у нас 5,5 дюймовый дисплей Сверху это у нас идет датчик приближения освещения Слева он же и пульсометр Фронтальная камера на 8 мегапикселей, интерполированная динамик И, к моему глубочайшему удивлению, фронтальная вспышка Об этом чуть позже Снизу у нас есть вот такой вот светодиодный индикатор Который у нас и как пропущенные действия работает И, в принципе, подсвечивается очень прикольно Различными цветами в настройках все ставится Далее очень интересная фишка в этом смартфоне есть Сразу же включаю, показываю В зависимости от прошивки, в зависимости от версии прошивки У нас доступны сенсорные кнопки, которые здесь не подсвечиваются Получали мы этот смартфон с прошивкой 1.5 версии И у нас были наэкранные кнопки вот такого формата Вот такие они Я прошивал эту модель на 1.6 И у нас появились вот такие вот кнопочки Это очень удобно, как по мне С этой грани у нас идет качелька громкости вверх-вниз Кнопка включения-выключения Расположение этой кнопки довольно-таки удобное По моему мнению В принципе, удобно нажимать Сверху у нас разъем под наушники Здесь у нас лоток под сим-карты Лоток точно такой же, как в Meizu M2 Note И в аналогичных моделях То есть это 2 nano-симки И если мы хотим поставить карту памяти То придется одной nano-сим-картой пожертвовать Будет у нас одна сим-карта nano плюс microSD-карточка Снизу у нас микрофон и разъем microUSB Сзади смартфон, конечно, выглядит шикарно Очень классно это все смотрится Алюминиевая крышка Она очень приятная на ощупь Здесь логотип Yumi Iron, новый логотип Yumi Очень классно выглядит, как по мне Внешний динамик смартфона И основная камера на 20 мегапикселей с интерполяцией Двойная вспышка и второй микрофон Касательно сборки Ну, как вы понимаете, это монолитный, неразборной смартфон По сборке здесь все шикарно Нечему здесь люфтить Нечему здесь трещать Поэтому по сборке смартфона вообще никаких нареканий И многим моделям он может дать фору Но, в принципе, если смартфон неразборной То плюс-минус они все одинаково классно собраны Давайте включаем смартфон Сразу же покажу вам технические характеристики По техническим характеристикам Модель мало чем отличается от многочисленных аналогов Которые сейчас бы выпускали все компании Разница в основном всегда только в объеме оперативки Либо ее 2, либо 3 И в аккумуляторе Эта модель набирает в Antutu 33-34 тысячи баллов Построена она на базе нового андроида Сразу же идет 5.1 версия 64-битный он Процессор здесь MTK 6753 Это 8 ядер по 1,3 ГГц Здесь 3 ГГц оперативки 16 встроенных Карту памяти, как вы помните, можно поставить Но это будет вместо одной наносимки Full HD разрешение Графический ускоритель Mali-T720 То есть, в принципе, все аналогично Как в том же Mazer M2 Note Как в Elephone P8000 и так далее Фронтальная камера на 8 Основная она на 20 Мп И, в принципе, что тут еще NFC здесь нет Поддержка OTG разъема есть Количество точек касания Давайте сейчас проверим, какой здесь мультитач Здесь 5-точечный мультитач Ну и, в принципе, все Приходит эта модель с прошивкой Хорошей, мультиязычной Все есть Но прошивочка версии 1.5 Эта прошивка, в принципе, нормально работает Но, почитал информацию в интернете С этой прошивкой, с новой прошивкой 1.6 У нас можно выставлять вот эти вот кнопочки Либо сенсорные, либо наэкранные Прошивается смартфон через вот такую вот программку На 4 PDA Есть такая инструкция Есть различная информация RootJoy ставится на компьютер И смартфон прошивать одно удовольствие Немножко это долго по времени Сама процедура занимает Ну, очень все доступно Очень все классно реализовано Прошивка мне понравилась Полноценный русский язык Своеобразная оболочка Есть специальные возможности Вот тот пресловутый выбор Ну, не хочу сейчас перезагружать смартфон Но вот в этом месте он выбирается На экранные виртуальная клавиатура И сенсорные клавиши Вот таким вот образом Поэтому по прошивке все классно Экран здесь IPS, OGS технология В такого уровня смартфонах уже не делают другие технологии То есть здесь всегда у нас по умолчанию Тачскрин соединен с дисплеем И это одна неразборная часть По диагонали вы видите, что экранчик темнеет Углы обзора вроде бы хорошие Ну, приятно смотреть на этот экран Присутствует в этом смартфоне Двойной этап на разблокировку То есть стандартный набор функций Ничего особенного Интересность прошивки еще заключается в том Что есть вот такая вот штука Как пульсометр Можно измерить пульс Инструкция на русском языке Все классно, все реализовано В принципе работает этот пульсометр довольно-таки нормально Главное не двигаться, не говорить Может быть из-за того, что вот я сейчас разговариваю Оно у нас не... Так, помолчи В общем, да Смартфон меня заткнул Сказал, молчи Я буду мерить твой пульс В общем Из того, что я хочу сказать По поводу этой фишки Во-первых Для кого это нужно Это что? Как бы для бабушек, для дедушек? Может быть для спортсменов каких-то? Но То, что я проверил быстро И то, что мне было удобно проверить В спокойном состоянии у меня пульс примерно 70-75 Тут же я лег на пол Поотжимался Там на максимум И сразу же я измерил пульс И сразу же у меня был пульс 98 ударов То есть Этот пульсометр Он в принципе рабочий Он адекватно реагирует на нагрузку И на реальный пульс человека Поэтому здесь, конечно, плюс Это не просто внешняя такая оболочка И оно не работает Стрессоустойчивость Я вообще не знаю Как они могут мерить Ну Схема измерения такая же Но я вот Мерил Я Не раздражен Все со мной хорошо Вот Производительность Производительность здесь Стандартная Для процессора MTK6753 Такая же производительность У Meizu M2 Note Такая же производительность У Elephone P8000 Попросту говоря Этой производительности Будет недостаточно Для того, чтобы играть В современные игры Такие как Asphalt 8 Modern Combat 5 GTA 5 На максимальных настройках Если вы хотите Купить этот смартфон И играть в игрушки То придется вам Жертвовать графикой То есть Если вы Игроман И хотите смартфон Непосредственно для игр То лучше Такие смартфоны Не покупать Я лишь продемонстрирую Как идет Тот же Asphalt 8 Он у меня Загружен В оперативку Никаких проблем нет Но вот так вот Он играет Ну то есть Видно что ФПС В игре Слабоват Его Ну Количество кадров В секунду Маловато Для Комфортной игры То есть Ну в плане Производительности Сравнительно Смартфон Слабоват Но это то На что способен Именно этот процессор Звучание Звучание мне в принципе Понравилось Смартфон имеет Вот такой вот Основной динамик Он довольно таки Качественный Камеру отодвину Разговорный динамик Тоже довольно таки громкий Датчик приближения Работает хорошо И в наушниках Мне тоже Звучание понравилось Здесь есть Различные настройки Вот такие вот Эквалайзеры Звучание Мне показалось Что Звук в наушниках Вот изначально Даже без этих Всех эквалайзеров Он Как будто Уже чем-то Обработан Как будто Уже в какой-то Обработке В принципе Мне понравилось Как звучит смартфон Он громко звучит И басы вроде бы Присутствуют В нормальных наушниках Единственное Что наверное На самой максимальной Громкости Ну нужно нажать Пару раз Качельку вниз На два щелчка Чтобы качество Было нормальным И не шипящим В принципе Тоже здесь Все нормально Реализовано Далее Я тестировал Естественно Работу GPS С GPS Никаких проблем Нет Поддерживает Смартфон Спутники Клонос Подошел на балкон Вышел К окну Спутники Словились быстро Спутников Ловит много И вроде бы Стабильно Их принимает Что касается Аккумулятора В этом смартфоне Аккумулятор У нас заявлен Производителем На 3100-3350 МАЧ К сожалению Я не смог Проделать Антуду Тест Единственное Что я замерил Это сколько Смартфон Живет У меня В режиме Воспроизведения Видео Из Ютуба Через Ютуб Естественно Максимальная яркость Естественно Звучание Полный экран Продержался У меня смартфон Вот начал я тест В 5.28 100% И в 9.58 Это у меня Было 3% То есть Более 4 часов Более 4.5 часов Смартфон У меня Продержался По диаграмме Разряда Можно сказать Что смартфон Разряжается Нормально Без Пропастей Без пропаданий То есть Все классно Единственное Сейчас поставлю Чтобы экран Не тушился Через 15 секунд Потому что Это не совсем удобно По аккумулятору Скажу Что средний показатель Примерно Плюс-минус Такой же Как у того же Meizu M2 Note Я не зря Сравниваю Постоянно Elephone P8000 Meizu M2 Note Эту модель Потому что Они построены На базе Одного и того же Процессора И плюс-минус Они по цене Плюс-минус Одинаковые Именно поэтому Я провожу параллели Между Этими моделями Потому что Именно Ну как бы На базе Этого процессора Выпуск Этой модели Произошел Естественно Аккумулятор Будет держать Меньше Чем у Elephone P8000 Ну Elephone P8000 Это лон В плане С такими Аналогами Характеристик Что еще Мне понравилось Фотографии Я поделал Различные фотографии Есть тут Различные настройки Ничего особенного Такого нет Фронталка Фронталка С этой вспышкой Ну Очень Очень далеко И в принципе Все четенько У нас Видно Макро Тоже делал Вот кстати Фотка Со вспышкой Вот кстати Фотка Основной камерой А вот Без вспышки Ну Со вспышкой Она розовит Стало Изображение Розовеньким Таким Качество Основной камеры Тут все Классно Как по мне Эти фотки Как всегда Залью Сможете Это все Посмотреть Проверить Макро Тоже Классное Ну В общем Я эти все Фотографии Залью Мне Лично Мне Камера Понравилась В принципе Все Все Что Основное Я хотел Вам Рассказать Про Юми Айрон Я рассказал Хочу Подвести Итоги Юми С каждым Годом С каждой Своей Моделью Делает Все лучше И лучше Свои Смартфоны Начиналось Все с того Что это Были Просто Как Юми Это Был Как No Name Смартфоны Сейчас Это Нечто Большее Это Готовые Гаджеты Которые Могут С легкостью Конкурировать И в плане Дизайна И в плане Технических Характеристик И вот Как Я уже Говорил Руджой Программка Которая Прошивать Эти Смартфоны Очень Удобно И софт Обновляется И с обновлением Добавляют Клиентов Именно К этому Смартфону Но Если Говорить О наборе Технических Характеристик То Аналогов Конечно Много Но Опять же Повторюсь Тот же Meizu M2 Note Тот же Elephone P8000 В одной Модели Одни Моменты Лучше Другой Модели Другие Моменты Лучше Можно Сказать Что Юми Какой-то Такой Среднячок В нем И аккумулятор Побольше Чем в Meizu M2 Note И оперативки Больше Но Меньший Аккумулятор Чем в Elephone Как по мне Самая лучшая Камера Из этого Диапазона Мои Трех Моделей Но Что Нужно Сказать Для Потенциальных Клиентов Для Тех Людей Которые Собрались Покупать Эту Модель То Что Это Как Был Юми Этот Юми Таким И остался Сравнить Этот Бренд По Качеству По Поддержке В плане Запчастей Ну Просто Напросто Не Представляется Возможным Если На Meizu Можно Купить Любой Экран Любую Камеру Любой Там Сим Приемник Все Что Угодно Можно Купить То На Юми Ну Я Зашел На Алиэкспресс Обычно Там Покупаются Все Запчасти Но Запчастей Нет То Не Дай Бог Вы Разобьете Экран Не Дай Бог Он У У У Смартфон Что То Сломается Такое Что Подразумевает Под собой Необходимость Наличия Запчастей Ну У Вас Ничего Не Получится К Сожалению И Поэтому Как Б Покупая Эту Модель Юми Ари Нужно Два А то И Три Раза Подумать Прежде Чем Совершить Эту Сделку Совершить Покупку Этого Смартфона Во Всем Остальном Это Классный Смартфон Состоянии Этих Рамок Как Будто Нет Во Включеном Состоянии Эти Рамки Появляются Ну В Принципе Как То Так Нас Приучили Уже С Этими Современными Смартфонами Что В Принципе Это Норма И Не Нужно На Это Злиться И Все Равно Это Выглядит Классно Вот Сейчас У Меня Темная Заставка И Вот Реально Смартфон Выглядит Внешне Просто Шикарно Я Держу В руках И Наслаждаюсь Его Внешним Фидом На этом Все Думайте Выбирайте Либо Meizu M2 Note Либо Yumi Iron Либо Elephone P8000 Если Вы Хотите Смартфон На Базе Этого Процессора Но Помните Что С играми Справляться На Максимум Эта Модель Не Будет И Аналоги На этом Все Спасибо За внимание Это Был Yumi Iron Меня Зовут Александр Antelife Com.ua Наш Интернет Магазин Заходите К нам В группу Заходите К нам В магазин И Покупайте У нас Yumi Iron Мы Все Yumi Iron Продаем На Прошивке 1.6 То есть Сенсорные Кнопочки У вас Будут Работать Спасибо Ставим Лайки Комментируем Подписывайтесь Всего Доброго Продолжение следует...